Всем привет, с вами Клеопатра. Сегодня на официальном канале Brawl Stars вышел долгожданный Brawl Talk, который набрал ни много ни мало за 2 часа почти 2 миллиона просмотров. А это говорит о том, что обновы действительно ждут с нетерпением очень большое количество игроков. Brawl Talk шел всего лишь 4 минутки, чуть меньше, и за это время, естественно, разработчики не смогли рассказать нам всю интересную информацию, которая будет ждать нас в обновлении. Поэтому в сегодняшнем ролике я вам расскажу гораздо более полную информацию о грядущем обновлении, так что усажьтесь поудобнее, ну а мы погнали. Начну немного издалека, а именно про билеты событий. А в Твиттере Фрэнк написал, что билеты событий будут удалены в следующем обновлении, не в этом, а в этом же сейчас приостановят их продажу. О чем это говорит? Это говорит о том, что сейчас придется полностью использовать все билеты, которые у вас есть, потому что в следующем обновлении они просто пропадут. Да, а значит пропадут и события, которые с ними связаны. Что именно будет на замену, пока разработчики не говорят. Но, в общем-то, если у вас есть билеты, либо же вы планировали вот сейчас их накупить очень много, то использовать этот момент пока еще есть такая возможность. На этих кадрах из Браултока можно увидеть, что у нас значительно поменяется окружение и коснется это в большей степени футбола. Но мне кажется, что в целом это выглядит достаточно интересно, и, кстати, мячик тоже теперь будет другим. Но к футболу мы с вами еще вернемся. А ведь также на этих кадрах можно заметить нового бойца. Я специально очень сильно замедлила, чтобы у вас была возможность рассмотреть его детально, потому что в Браултоке все реально очень быстро, и на этих кадрах можно действительно понять, как он будет выглядеть. А вот тут давайте сделаем небольшую остановочку и посмотрим внимательно на ник у нового бойца, Underdog. Этот ник так сделан не специально, ведь после обновы у нас с вами появится новая, на мой взгляд, действительно очень классная система под названием Underdog. Если вы не в курсе и не слышали, то в двух словах поясню. Вот давайте смотреть на левую сторону, на левую команду. Изначальное условие это то, что все участники должны быть рандомные, то есть вы идете в рандомный бой без команды. Итак, у вас 626 очков, вы попадаете в команду с Нитой 616 и Эль Прима, у которого 135. Очевидно, что он тут не должен быть, у него очень низкие кубки и баланса тут нет. Именно поэтому, если вы, будучи новым бойцом Джеки, проиграете в этой команде, то с вас снимут меньше трофеев, чем при равном подборе. А если же вы выиграете с помощью как раз вот этого Эль Прима на 100 с чем-то кубков, то тогда вам дадут больше трофеев, чем за победу с равными вашими тиммейтами. Таким образом, после введения системы Underdog, мне кажется, идея играть с рандомами не такая и уж плохая, потому что если вдруг вы будете сливаться, то не так сильно, а если подниматься, то весьма значительно. Ну а теперь, кроме того, эта система позволит тем игрокам, которые жалуются на то, что им попадаются какие-то нубы с очень маленьким количеством кубков, не так сильно, скажем так, беситься и, в общем-то, возможно, даже какие-то моменты радоваться таким соперникам. Ну и теперь давайте немного поговорим про нового Бравлера, а их на самом деле будет целых два. Начнем с первого. Это Джеки. Она девочка и у нее есть отбойный молоток, так что предположения из моего прошлого видоса действительно оправдались. Как я и думала, она будет с помощью отбойного молотка заставлять землю вокруг трескаться, то есть аналог нашего землетрясения из Clash of Clans. Ее супер притягивает находящихся рядом врагов, заставляет их глотать пыль. В качестве основной атаки она использует свой отбойный молоток, она как бы на него запрыгивает и делает такие прыжки по карте. Любому врагу, который окажется рядом с ней очень близко, не поздоровится. И кстати говоря, это тот Бравлер, за которого не нужно будет целиться, потому что урон здесь будет наноситься по области. Самое главное это просто быть рядом с врагом и все, больше от вас ничего не требуется. Поэтому мне кажется, что этот Бравлер будет действительно очень простым. Джеки будет бурить яму и затягивать туда врагов, это как раз таки и является ее супер, но они в свою очередь будут знакомиться с ее отбойным молотком. Кстати говоря, во время использования супера она частично будет защищена от атак. Что касается редкости, то скорее всего это будет супер редкий персонаж, но это не совсем точная информация, а скорее слив. Но в любом случае сундучки подкопить стоит. И стоит это сделать еще по одной причине, ведь в ближайшем обновлении будут добавлены гаджеты. Это уникальная способность, которая будет у каждого бойца в игре. Они будут разблокироваться, начиная с 7 уровня силы и найти их можно будет в ящиках и в магазине. И смотря на эти кадры, вы думаете, господи, что вообще происходит, что тут творится с динамайком, с рикошетом, со спайком. На самом деле, сейчас все объясню и вы поймете, насколько это действительно классная вещь. Эти гаджеты будут доступны более, скажем так, легко в нахождении, чем звездные силы. Поэтому, опять же, они будут чаще выпадать из ящиков и найти их будет гораздо проще. Но пользоваться гаджетами будет не так легко, как, допустим, пассивками, потому что вы их сможете использовать только ограниченное количество раз за матч. Поэтому нужно будет очень внимательно подумать, когда вы можете их использовать, а когда лучше их приберечь. И я для вас нашла полный список всех гаджетов для того, чтобы вы понимали, что вообще будет нас с вами ждать в обнове. Итак, погнали разбираться. Здесь пока точно неизвестно, какие будут проценты урона и количество секунд, поэтому они заменены на значок процента и на букву Н. Однако, самое главное, это понимать суть. Давайте пройдемся по каждому бравлеру. Итак, Роза будет удобрять вокруг себя землю, где сразу же будут вырастать кусты, которые служат отличным прикрытием. О да, Роза будет просто счастлива. Вы только подумайте. Те карты, где много кустов и еще больше кустов. Это просто идеально. Ворон получает щит, который снижает урон на какое-то количество процентов в течение какого-то количества секунд. Ну, тут, в принципе, наверное, неплохо для Ворона, но ничего такого особенного и нового. Брок будет взрывать землю под собой и взмывать выси. Да, именно это мы видели в Бралтоке. Так что Брок теперь будет, ну, просто второй брат Ворона. При этом взрыв будет наносить урон врагам, которые находятся поблизости. Рикошет будет стрелять очередями пружинящих пуль во все стороны. То есть теперь будет не только трикошеченный, но еще и пружинящий. В общем, стоять рядом, ну, просто Unreal будет. Спайк выпускает во все стороны очереди иголок, что мы с вами тоже видели в Бралтоке. У Пенни будет взрываться пушка, которая будет наносить урон своей ударной волной. Причем не только урон по врагам, но еще и будет рушить стены. Вот это, я думаю, тоже будет очень здорово. Нита призывает своего медведя, и он наносит удар по земле, оглушая всех врагов в радиусе действия. Неплохая штука, нужно будет потестить. Барли будет разбивать бутылку с липкой смесью и оставлять лужу, которая будет замедлять всех врагов, наступающих в нее. Ну, в принципе, вот это, наверное, ожидаемая штука, потому что Барли не так использует свою липкую смесь, но теперь будет еще и замедлять врагов. А турелька у Джесси будет порождать ударную волну, которая замедляет всех врагов, которые находятся в зоне действия турельки. У Джина, кстати, очень прикольный гаджет. Он будет отбрасывать назад тех врагов, которые находятся рядом. И при этом Джин также будет восстанавливать какое-то количество очков здоровья. Тик будет убегать от ближайшего врага, оставляя за собой одну мину. А Макс будет бросаться, наоборот, к ближайшему врагу. И во время броска она будет невосприимчива к любому урону. Те, кто играли в Clash Royale, наверняка сейчас вспомнят бандитку. Я предполагаю, что работать это будет абсолютно так же. Шелли бросается вперед с помощью крюка и веревки. А вот Джеки, как раз новый боец, получает заряд энергии и двигается быстрее в течение определенного количества секунд. Но тут, мне кажется, идею взяли у Макса, потому что как раз у Макса похожая ульта. Пэм будет ставить лечебную турельку, которая дает залп, восстанавливающий здоровье не только Пэм, но и союзникам, которые находятся вблизи. А Динамайт будет бешено вращаться, что мы с вами и видели в Раултоке, при этом разбрасывая вокруг себя, как ненормальный динамит. И каждая динамитная шашка будет наносить урон по врагам. 8 бит, вот это просто шикарная, мне кажется, штука, будет мгновенно телепортироваться к своему усилителю, который после этого будет взрываться. Это действительно будет просто бомба. Вот, мне кажется, один из самых лучших гаджетов. Дэрил будет крутиться, стреляя шквальным огнем во всех направлениях, что укрыться будет достаточно сложно. И у Фрэнка тоже, кстати, очень хороший гаджет, который, мне кажется, теперь будет сделать его тоже легким бойцом. А именно, он будет получать способность прерывать действующее оглушение и становится невосприимчивым к любому оглушению, замедлению и отбрасыванию. То есть теперь он будет просто не реагировать на все эти, как бы, оглушения, отбрасывания, которые будут направлены на него. И это действительно сделает игру за Фрэнка очень легкой. Карл оставляет за своей вагонеткой шлейф из горящих камней, и при контакте они будут наносить урон врагам, да, в какое-то определенное количество единиц урона в секунду. Едем дальше. Бо будет оставлять на поле боя тотем, который восстанавливает супер-бо и его союзников, которые находятся в радиусе его действия. Как будет выглядеть этот тотем, пока неизвестно, но очень интересно. Эль Прима хватает ближайшего врага и бросает его через плечо, словно перышко. Но да, все в духе Эль Прима. А Мортис делает взмах своей лопатой, нанося всем врагам по близости определенный урон. Кстати говоря, у Тары тоже прикольный гаджет. Не только она, но и ее союзники могут видеть всех врагов, которые даже прячутся в кустах. Пока, как обычно, в своем репертуаре, и он, и его союзники рядом с ним восстанавливают какое-то количество здоровья в течение определенного времени. Пайпер выпускает череду выстрелов ближайшего врага, и вот это действительно будет жестко. Нужно будет прям реально бояться этого гаджета, потому что я думаю, что тут очевидная смерть практически любому бравлеру. Мистер Пи будет усиливать своего робота-носильщика, повышая наносимый им урон и заодно здоровье. А Сэнди будет засыпать на какое-то время и полностью в это время восстанавливать запасы его здоровья. Бия оставляет на поле боя соты, замедляющую любого врага, который подойдет к ним слишком близко, а Булл будет мгновенно хилиться. Кольт также мгновенно перезаряжает свои револьверы к определенным количествам пульт. Ну а Эмз будет отбрасывать назад всех врагов, которые находятся вокруг нее, при этом нанося им тоже урон. И последние два бойца, которые у нас остались, это Леон и Биби. И давайте начнем с Биби, а Леона оставим на десерт, потому что, как по мне, он реально самый имповый. Биби будет восстанавливать очки здоровья в секунду в течение определенного времени, но тут ничего такого. А вот Леон будет создавать своего двойника, забивая врагов с толку. Вы представляете, что это будет? Это будет просто вся карта в Леонах, если говорить про какой-нибудь ШД. Ну, либо же, как только все будут выбивать этот гаджет, они, естественно, постоянно будут его юзать. И пока еще непонятно, насколько часто или редко можно будет его использовать в игре. Так что, в общем, количество Леонов будет расти просто в геометрической прогрессии. Также нам завезут не только новые скины, но и долгожданную ремодель Дэрила. И, кстати, на Дэрила тоже будет еще один скин. Будет называться он Маскот Дэрил и стоит 80 гемасов. Следующий скин будет доступен за старпоинты, стоимость 10 тысяч старпоинтов. Это колледж Эмс, ну или школьница Эмс, кому как больше нравится. Его можно купить будет, как я и сказала, за звездные очки. И еще один звездный скин, это скин на Пенни. Зайка Пенни действительно очень прикольный. А вот про PSG Шелли стоит сказать отдельно, потому что этот скин можно будет как приобрести в магазине за 80 гемов, так и выиграть в отдельном мероприятии, которое ведут Брау Старс. Это мероприятие будет похоже на чемпионат, который сейчас, кстати говоря, идет, но только все карты и все режимы будут в виде футбола. Поэтому, если вы одержите 9 побед, то вам бесплатно достанется скин на Шелли. Ну а если нет, то купите его в магазине. Также анонсированы еще три скина, но они появятся не в марте, а в апреле. Первый скин это Тренер Майк, второй скин Хорус Бо и третий Тануки Джесси. Все они появятся в апреле и будут стоить каждый по 150 гемов. Ну а теперь последнее оставило на закусочку, это еще один новый Бравлер. Вот про него ничего подробно не рассказали, только мельком показали его атаку, но мы-то с вами знаем больше. Новый боец появится в апреле и будут звать его Спраут. Это прототип модели техники, которая разработана для выращивания растений. По одной из версий этот боец будет эпиком, по другой мификом, пока точно неизвестно. Справок бросает шар, полный семян, который скачет по полю, а потом взрывается. И если шар задевает врага, то взрывается при контакте. Очень напоминает действие атаки Тика. В качестве супера он ставит маленькую зеленую стенку, такой кустик, который защищает союзников от врагов. Это всего лишь куст, но согласитесь, дополнительное препятствие будет очень кстати. Особенно если играть этим бравлером вкупе с розой, которая тоже имеет гаджет. В общем, все будет в кустах. Повторю, что этот бравлер будет доступен в апреле месяце, так что ждать осталось совсем немножко. Но чтобы быть всегда в курсе свежих новостей, обязательно подписывайтесь на канал и прожимайте колокольчик. А если этот ролик вам понравился, то ставьте на него лайк. Ну а я желаю вам удачи, пока-пока.